Музыка Так как мы недавно приступили к работе в этой команде, нам нужно было узнать функциональное состояние команды, чтобы планировать тренировочную работу на основании полученных результатов тестов. Сегодня мы тестировали скоростные способности, измеряли их дистанционную скорость и выносливость. Это было 20 метров, 30 метров, бежали сходу и бип-тест так называемый. Мы измеряем выносливость. Это тест приближенный более-менее к футболу. Не по прямой бежит, а челночный бег по 20 метров. Футболисты должны четко бежать по сигналу, который задан компьютером. И каждую минуту сигнал ускоряется, ускоряется, ускоряется. Им нужно попадать четко по сигналу. И параллельно с этим мы пульсометром изменяем их пульс, в какой зоне они работают, минимальный, максимальный, средний значение. Мы измеряем МПК, порог анаробного окисления, панно. Сегодня мы получим очень много информации, благодаря которой мы сможем оценить наши планы тренировочности. Скорректируют тренировочную программу, где добавить, где можно уменьшить. Кто сегодня лучшим оказался, самым выносливым? Самым выносливым сегодня, если по выносливости, то Белозеров. Ну и сапогов тоже. Но так как у нас первый тестирование, игроки еще не знают, но сейчас они это видео видят, что у нас будет еще дальше будет тестирование. Это первичное у нас. Потому что с каждого этапа подготовки у нас будет тестирование. Будем смотреть динамику. Благодаря этим полученным результатам зону интенсивности будем учитывать. Потом команды делить на 2-3 группы по уровню подготовленности. И предлагать им тренировочную программу, чтобы она была наиболее эффективной. Потому что для кого-то это может быть медленно, для кого-то много, большой объем. С какой скоростью бежать. То есть каждый должен получать по заслугам, скажем так. В целом все прошли тестирование. Нормально все. Кажется, прошло на ура, с хорошим азартом, с желанием. Игроки друг друга подбадривали. Это очень приятно. Даже когда был тяжелый тест, так же самое. Болели, поддерживали. Действительно, и в такие тяжелые минуты проявляется командный дух, большая семья.